я всех приветствую своем канале бродяги продолжаем кровную вражду я обещал я нажал такой возможности мы не можем упустить ответила королева твой отряд преградит им путь гаскон со своими людьми спрячется в лесу и ударит с флангов а я довершу окружение атакуя стыла утвердив план мэра дала сигнал к выступлению море завязался бой погнали чё опа и сразу тебе бой начало серия уже бою так видя что стычки не избежать нельгарцы остановили повозки и заняли оборонительные позиции но не все при каждой повозке осталось по одному солдату они стояли спиной к атакующим лирийцам не спуская глаз с груза что было сложено на этих повозках что это за сокровище которое нельзя оставлять без охраны даже во время боя совет найдите ловушку чё короткий бой колода незаданная но у нас есть правило так подожди это интересно не зря я атаковал а вот видишь пропустил бы этот бой и не было бы такого интересного и боя которого раньше у нас никогда не было так выберите карту которую хотите обменять давайте этих двоих оставляем это оставим зелье храбрости оставляем мордрем медведь вот 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 так вот хорошо ну и пока что все давай посмотрим хотя бы с этой раздачей что у нас будет что там вообще за игра что там за колода у противника там уже будем видеть да все нормально так смотри ага смотри 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 надо найти ловушку а где ее найти как ее найти совет найдите ловушку надо их как-то загнать в ловушку а ловушка от как это как эту куда они неподвижны правильно они у нас неподвижны это эскорт каравана его нельзя переместить он уже здесь стоит черные стеребут эту повозку пуще чем пьяница бутылку засада газкона это наши подожди активируйте засаду когда переместите караван к этой карте ага то есть нам нужно повозку переместить вот сюда понял а у него карты же есть какие-то правильно или чё или он или он уже пас а нахера столько много карт если он уже пас тут вообще не должно тогда ничего быть только вот это вот это мне постоянно с толку сбивает зачем ему колода целая если он пас если он уже спасавал и ходить не будет это все это весь караван который есть зачем пас зачем 5 колода говорю кер его знает повозка перемещайте этот отряд на одну позицию вправо каждый раз когда он получает урон завещанием его проиграет битву активируется когда карта уходят с поля в сброс а то есть если он уничтожится так а он же неподвижный как его можно переместить его отряд нельзя переместить а тут горит перемещайте отряд на одну позицию вправо подожди смотри делаю пока так дальше делаю а чего я не могу сделать вот так вот раз-раз-раз-раз а бель сука это просто надо было чтобы одна хотя бы карта стояла вот в этом ряду тогда бы я отметил 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 и они поменялись местами а так они все в этом ряду потому и не поменялись это так не работает хорошо ну ладно а у кого там приказ у нас есть у тебя а подожди конец хода так они таки ходят они таки ходят ни хера себе смотри они ходят арбалетчик вот почему столько карт там там много получается они ходят так нам реально как то надо а что же означает найдите ловушку тут я не могу понять какую ловушку найди а чё если я сейчас делаю вот так и вот так нормально у это было нормально сейчас давай а конец ходишь блин твоя жизнь тебе принадлежит мне счет как-то арбалетчиков многовато в него тут пока все кавалерия альба пошла арбалетчиком когда надо валить но нам и этих то надо валить тоже эскорт каравана короче сейчас самое главное нам надо не обращать внимание на то что нам наносят урон и валить вот эти вот две карты вот эти вот две карты надо валить так смотри 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 что мы можем сделать чего мы можем сейчас сделать о мы как вариант можем сейчас отправить сюда шпиона нет времени и через два хода поглотим вот эту карту заберем ее себе и останется одна это будет весьма неплохо я вам скажу надо было слух мою бабу тут пока все мне кажется нам не важно что мы там наберем меньше очков больше очков чем наш противник мне кажется важнее всего здесь нам это чтобы караван попал в нашу ловушку тогда все будет хорошо тогда мы победим тут не на очки игра мне кажется почему мне кажется тут реально не на очки игра тут игра на условия и условия это захватить караваны все так это конечно или так пока не не уверен но все же думаю что я прав все же думаю что я прав все же думаю что я прав все же знают бля я думал он его поглотить должен я думал он его поглотить должен куда ты валишь райлу обосраться подожди так не играю это какая-то жесть начинается творится какая-то жесть ее величество исключительно ну ладно допустим так хорошо хер с тобой поджигай сейчас будет боль поджигай вот это все будь добр вы не слишком то спешили я уже подумал вы забыли обо мне вперед Ау-у-у-у-у-у-у-у-у! А чё произошло? А чё случилось? Э-э, реглоэр! Нихера не понял. А как так получилось, что... Э-э... А, пришёл Гаскон, пришли всадники. А как так получилось, что караван сразу переместился к ловушке? Он же ж неподвижный, я не пойму. То есть нам, получается, нужно было тогда... Нам нужно было тогда караван все-таки бить, наносить ему урон, и тогда он бы перемещался и достиг бы нашего кобеля-взломщика. Или кого-то... А, и вот этого ловушечника, короче, достиг бы. Огонь, когда мы подожгли, типа, поле, то огонь... Там несколько раз ему нанес урон, и поэтому он, видимо, сдвинулся. Хера себе. Это все было, конечно, неожиданно. Ладно, это все пока не важно. Давай Газкона выложим. Деньги не пахнут, не важно сколько их. А потом будем разбираться. Сделаем пока так. Ох, начинается. Просто начинается, мать твою. Надо арбалетчиков бить. Давай пока подожжем. Берегите головы! Все, вот здесь. Нормально так же жжем. О, шпиончик пришел. Еще один шпиончик пришел. И еще один шпиончик пришел. Нифига себе. Так это получается... А, Газкон еще шпионом наставил. Типа засада, ловушка, все дела. Так это нормально. Это у нас сейчас есть даже шансы, что я выиграю. Это прям хорош. Это ты че? Смотри. А теперь предлагаю... Арбалетчика отметить. Раз, раз, раз. Вот так вот. Так он просрал, чувак. Ты просрал, ты в ловушке. Ты весь подожженный, весь подгоревший. Есть, короче, все, пылаешь. Снова на фронт. У тебя нет шансов. Ну, хоть ты вот это, хоть ты всрись. Хоть ты реально меня там стреляй, пронизывай, все. Такой он уже спасовал, дурак. Я могу еще, смотри, я могу еще до конца. Я могу еще играть до конца просто. Конец хода. Мне просто интересно, до какой степени я смогу его уничтожить. Унизить просто его смогу. Тише ты. В дроп или дроп услышит. А, он не спасовал тогда или че? Ау, теперь все, теперь он спасовал. Так я выиграл. Ну, я, конечно... Я, конечно, могу еще что-нибудь поделать с ним. Типа вот так вот. Эээ... Тревожки уничтожить. Чтобы он по мне больше не стрелял. Конец хода. Там все горит. А, теперь вот так вот могу сделать. Тебя отметить. Конец хода. Опять все горит, все пылает. Смотри. Вот так вот. Отметим тебя. Конец хода. Красавчик. Еще тебя давай отметим. Вот сюда, пожалуйста. Конец хода. Подгорает. И теперь, пожалуйста, вот так вот. И вот так, вот так. И вот так. Ну, просто красота. Ты смотри. И все. И пас. 34-144. Ребята. Я научился играть в Гвинт. Серьезно. И Мэва такая, у-у-у-у. И покрутилась прям с мечом, как на балу, когда-то в былые времена, когда была еще и юной принцессой, не гулявшей, не трахавшейся. А сейчас... А сейчас не те времена. План удался. Мильгардцы были разгромлены. Как только пыль после битвы улеглась, Мэва узнала, что же везли в столь тщательно охраняемых повозках. Она ожидала увидеть зол, драгоценности, дорогие ткани. Вместо этого она увидела грязных, перепуганных людей, схованных цепями. Рабы. Выдохнул Рейнард. Их ценный груз — это рабы. Вот какое будущее готовят нам черные. Мэва приказала расковать узников. Оказалось, что это айдирнские крестьяне, которых везли на принудительные работы. Вы свободны. Можете вернуться в свои дома. Сказала королева. Если она ожидала благодарности и признательности, ее ждало разочарование. Какие дома, госпожа? Спросил один из крестьян, сдерживая слезы. Черные отобрали у нас землю. Ничего у нас нет. Даже одежи и еды. Если ты нас тут бросишь, мы все помрем. От рук солдатни, от зубов зверья, либо от холода и холода. Королева уже хотела ответить, когда услышала шепот стоявшего за спиной Гасконна. Гасконна. Прежде чем ему что-то обещать, подумай. Здесь людей несколько дюжин, их нужно кормить, защищать. Они нас замедлят. Это война. Всех все равно не спасешь. Тяжело. Но если мы позволим беженцам присоединиться, это же будут, я так понимаю, непростые люди, которые не смогут даже вилкой защищаться. Это же, скорее всего, будут потом мы их научим, и они будут в нашей армии. Типа плюс, сколько там солдат? Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Вон там руку поднимает шестой. Больше вроде нету. Может, там еще где-то седьмой завалялся. Ну, на произвол судьбы, но я же не та королева, чтобы бросать на произвол судьбы. Мэла, она прослыла доброй королевой, поэтому должна поддерживать репутацию. Ну, давай. Я атаковал этот караван, надеясь, что стану богаче. Начала королева. Вместо этого у меня лишь прибавилось ртов, которые нужно кормить. Но что поделать? В такое время мы, люди Севера, должны держаться вместе. Женщины, детей на телеге. Мужчины пойдут пешком в конце колонны. Предупреждаю, кто не выдержит похода, того мы оставим на обочине. Выступаем. Взгляд королевы на мгновение пересекся со взглядом старой женщины, которой солдаты помогали устроиться на телеге. Слезы благодарности, которые текли по ее грязному лицу, изможденному годами тяжкого труда, убедили Мэву в том, что она поступила правильно. Да, я тоже считаю, что мы приступили правильно. И она, кстати, очень разумно сказала, что кто не может нормально идти, ползти, лежа по-пластунски, и вообще как хотите, будете оставаться позади в жопе. И мы вас не возьмем с собой, потому что все, наверное, зависит от них. А мы сделали свой выбор, и все, пошли дальше. А где? Где плюс? Сколько-то там. Тут вообще, вот тут вообще ничего не произошло, пацаны. Мы ничего не сделали. Не, может, конечно, это потом как-то скажется на сюжете, может, что-то вы о том вспомнили, что, Мэв, а вот ты такая дура была, зачем ты сделала? Они все съели, все запасы, воины теперь худые, нечем сражаться, доспехи впадают. Не, ну, конечно, я не знаю. Я теперь уже сомневаюсь. Так, а... А что за рапорт? Нильфгардская депеша. Перевод... Депеша мод. Это как песни эти все, эта группа не сникает. Перевод с Нильфгардского. Кому? Старшему щитоводу Бервину Айб Кленнагу от сержанта Дилвина Н. Эллери. Согласно приказу, я вступил во владение 30-ти прописью 30-ю. А, 30-ю, не 30-и. Нордлингами земель Айдир на в их числе 13 мужчин, 7 женщин. И так, уже 13 плюс 7, это сколько? Это уже 20, 25. Это 5 старцев и 5 детей. Это уже 30, 30 людей, нихуя. Это мы что, столько взяли с собой ртов? Их же в повозке 6 или 7 было всего. А может переиграть? Я не хочу, что-то их много слишком. Ты чё, это реально много? Я думал, как на картинке было нарисовано. А чё не как на картинке? А, ладно. Пригодность старцев к работе будет определена в лагере. Если вердикт будет отрицательным, они будут удалены из состава. Да здравствует император. О, нам надо так само делать. Но если старые не будут работать нормально и идти, и ползти, то они будут удалены из состава, и мы их просто оставим позади. Ну, как я и сказал, в принципе. Так. Тут мы всё обходили. Тут уже нечего нам ловить. А тут чё, лагерь... А, лагерь ещё тут появится. Смотри, в лагере что есть? Видите, ночной лагерь. Можно поспать, пойти в столовую. Поговорить с Райло, если мы нам ещё есть с ним о чём говорить. А не о чём нам с тобой больше разговаривать? Мне пора. Поговорим позже. Возможно, но это не точно. А с тобой, Господа? Как у нас дела? С тобой тоже ни хера. Будь здоров. Будь здоров, не чихай. Так, тут нечего, короче, обсуждать. А вот где нам чё можно построить? Подожди, давай мастерскую пойдём. Столовая. Уменьшает на 10% расход лимита для найма отрядов, не для артефактов. То есть, это чё означает? Расход лимита найма. Штаб уменьшает стоимость создания отрядов за золото на 10%. Учебный плац. Вот это, кстати, хорошая вещь. Даёт возможность после каждой битвы получить 75-150 монет. 75-150, это нормально. Мастерская, чё? Нанимает вспомогательный отряд. Да и у нас же нету вот этих всех вот этих полевых медиков, лири и проводников. У нас же позабирали эти карты. Я считаю... Ну, подожди. Тут у нас всё достроено. Чё такой лимит найма отрядов? Найма отрядов, это чё? Это куда? А, может вот это? Ну, я не уверен как-то. А, подожди, смотри. А, у нас больше нет копии этой карты. А создать её можно? Призвать. А, так её можно же обратно вернуть, смотри. Только... Ну, я не знаю. А реально может попризывать обратно наши вот эти потерянные карты? Это вообще резонно? Мы же теперь сейчас с кобелями больше воюем. Ну, как бы давай, наверное, пока... А давай... Просто попробуем это сделать. Проверим вообще, возможно ли такое. Так, возможно, а чё нет? И теперь можно ещё одну такую сделать. Но! Мне так единственное, не нравится этот алхимик. Сделайте силу отряда, равной силе отряда слева от него. То есть я его выложу слева от него, короче... А! То есть он как бы не поглотит... Вот если от него слева будет чувак с 10 юсти по очками силы, то алхимик тоже станет 10. Но это если играть на очки, это понятно. Это больше если играть на очки, а не там на какое-то условие. Не, ну, конечно же, арбалетчик Лирии хорошо. Он вернулся. У нас пускай он один хотя бы будет. Но я пока его не буду в колоду ложить. Мне пока нормально и с кобелями, и с палой играется. Почему бы... А хотя, знаешь чё? Я тут так подумал. Я тут так подумал. И пришёл к выводу, что... Можно одного из вот этих вот всадников, кобелей, променять на нашего арбалетчика. Вот. И почему бы и нет? Думаю, это будет разумно. Шатёр у нас тут всё понятно. Это всё я могу открыть и так по дороге. Ну давай что-нибудь создадим реально. Давай что-нибудь создадим. Уменьшает стоимость создания отрядов за золото. Увеличивает лимит найма. Ну что такое лимит найма? Я вот это понять не могу просто. Лимит найма. Типа, чтобы больше было народа у меня здесь. А чё тебе не нравится? А, надо вот это создать. А давай лучше, чтобы у нас золото добавлялось после каждой битвы, чтобы было больше золота. Нужно больше золота, ебать. Всё, уже назад дороги нет. Я построил. Вон, теперь у нас золота, конечно, мало, но я думаю, это окупится. У нас, если после каждой битвы будет больше монет капать нам в руки, то это будет хорошо. Вон, там, видишь. Ладно, всё, допустим. Давайте сильно тут не рассусоливать, сильно в лагере не сидеть, а пойти дальше. Тут не эльфы. Территория не эльфов, мать твою. А как же я пройду? Опасно. Либо обойти, либо вторгнуться. А чё у нас карта говорит? Карта говорит, что мне надо войти, потому что если я не войду, я не попаду вот сюда. Не попаду вот сюда. Тут же полуночница, помнишь? А тут у нас сундук стоял. Поэтому прежде чем идти вот в эти земли и по сюжету, мне сначала нужно попасть в этот замок. И я туда попаду, мать вашу. И я туда попаду. Сейчас только пособираю вот это всё. Так. Тут я больше вроде ничего не пропустил, нет? Тут всё нормально. Тут головоломки есть, тут поля какие-то, смотри. Всё огнём выжжено, он мамка какая-то беснуется и причитает. Говорит, ой, деточки, пшеницу мою попалили-то. Как же я теперь жить не хлеб-то печь буду? Так. Когда отряд Мэвы приближался к Драгиру, королева сразу обратила внимание на чёрные знамёна, развивающиеся над Чистоколом. Это да. Похоже, Нильфгард уже занял город. Разведчики донесли, что на постройках незаметно следов осады. А некоторые из них служат захватчикам, как хранилища добычи, свозимые из окрестных селений. Что любопытно, склады стережёт всего один небольшой отряд. Так мы сейчас его нормально так взъебём, этот отряд. И больше склады никто стереж не будет, и они будут нашими. Ворота открыты. Видимо, чёрные не ожидают атаки. Мы можем использовать фактор неожиданности. Отбить город и... И забрать золото. Закончил Газком. Именно так. Как викинги поступим. Атаковать город никакого не обходить. Ты чё? Сыкун? Именно так. Хе-хе-хе. В атаку! Вынимайте мечи! Ща им покажем, как градус захватывать. О, этот пидор вообще первым сольётся. Битва за Трагир. Королева опасалась, что её солдаты не захотят подвергать свою жизнь опасности ради Айдирнского города. В конце концов, зачем рисковать шеи, спасая дом соседа, когда они ещё не вернули собственный? Но пехотинцы Мэвы сражались яростно, не уступая врагу ни пяди. Во время невгадского вторжения отделения на лирийцев, темерцев и каэдвенцев не имело значения. Все они были жителями с севера и должны были помогать друг другу. Совет. Атакуйте более слабые отряды. Короткий бой, это мне нравится. Но колода не задана, это мне не нравится. Ну ладно, мы не просрём этот бой. Эту катку мы обязаны затащить. Поехали. Так, шпиона надо заслать, всадника надо оставить, бомбомётчик хорош. Вот эти вот две, вот это отлично просто всё. Газкон у нас пускай стоит. Чтоб Газкон, надо чтоб был прачник. Мордрём медведь не нужен. Косинца я бы оставил. Эээ, блядь. Ну я не знаю. Прачника просто нет. О, всё, есть. Ха-ха-ха-ха, пошёл играть, блядь. Она покажет, что они ошибаются, а я покажу вам мудака, который там стоит. Посмотри на неё, посол с визитом. А, это всё ему хана. А чё он творит? Укрепите все трусные отряды на одну единицу. Шпион громко сказан, я скорее пидор. Понятно. Ты скорее пидор, чем шпион. А чё это тут красное? Подожди, я не понял. Чё, атакуем, да? Кого лучше первого положить? Давай первого положим... Косинца, его никто не тронет. Это же дедушка. И его чё? Он просто выжил, выжил. Я говорю, вышел на жнива. И не каждому быть живым в этой жнива. Чё ты махаешь там, дебил? В жопу засунь себе этот твой пергамент. А кого он положил? Укрепил ещё, ни хера себе. Рекруты. Как? Картошку чистят. Ну, они же там тоже какие-то опасные. Они что-то усиливаются на 6 единиц. И добавляют стойкость. После стойкости на поле появляются грустные... Ага. А нам же подсказка, атакуйте более слабые отряды. Но пока более слабых я не вижу. Пока давай ещё косинца вольнём. Сюда, пожалуйста. И посмотрим, что будет дальше. О, хоро, это мне нравится. Теперь с следом борьбы. Эти ублюдки должны быть открыли ворота чёрным. А может и так. Давай вот так вот сразу. Во, и дедов моих. Так, хорошо. Чёрная райла. Ну давай ты. Вперёд. Живой меня не возьмёте. Конечно, не возьмём. Аху ты нам надо. Так, а давай вот так вот. О, смотри. И вид Газкон повысился. И дождь начался. Так, ну вот там... Пошёл ты, чё. Ливануло. Так, а... Рекруту... Ты чё, блядь? Арбалетчик. Мне не нравится арбалетчик. Арбалетчика надо сразу валить. А я предлагаю. Сейчас, короче, растасовать немножко. А давай вот так вот. Давай, короче, знаешь, чё, давай. Пускай не сражаются между собой. О, ты и ты. Ты. И всё, и вальнули арбалетчик. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй. Не везёт ему, не везёт. А, подожди, это пока не надо. Давай, давай, наверное, выложим... Давай шпиёна выложим. Пускай он подсасывает картофан у этого чувака. Блин, это по десятке. Ха-ха. Жопе нога. Опять арбалетчик пришёл. Да ты заебёшь. Это мне не нравится. Так, а ну подожди. Блин, чё же его придумать-то? Эва как Газкона положим. Будет быстро его. А там потом посмотрим. Так, переместил. Отличняк. Эти начинают стрелять. Смотри. Я планирую сейчас нанести вот такой удар. Раз, два, три. Отлично. Газкона чуть усилили. Так, теперь, 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 пока конец хода, сказал Рейнард Ода. Арбалетчики будут валить. Суки. Крестьян валят. Вас не учили дедового жать. А ты кто? Комедиант. А, блядь, комедиант, говорю, комендант. Комедиант. Эй, комедиант, блядь. Как можно было так прочитать? Барабанит нормально. Так, неязвимость. Уменьшайте текущую силу этого отряда на 25% каждый раз, когда уничтожают дружественный отряд. О, так его надо валить только так, чтобы, типа, друзей его валить. Уж я вас научу манерам. Блях, а его нельзя вручную как цель выбрать. Надо, короче, понял, надо валить эти карты, любые карты, чтобы его валить. Чтобы комедианта убить, надо любые карты валить. А, тогда подожди, сейчас надо все продумать. Надо все тщательно продумать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если я выложу эту карту, я смогу убить тебя. И комедианта немножко сейчас. Опа, хорошо. Так. Конец хода пока что. Что ты будешь делать? Какой там заклятие? А ты кто? Кого? Деда убил. Придурок совсем. Неофит из Вековара. Кто такой? Хлыщ какой-то, пацан зеленый. Кто это? Размещение, создайте случайный эликсир в вашей руке. Алхимик гребаный. Нильгардские маги, расходный материал. Если один из них разгневает императора, чужина других охотно исполнит приказ. А-а-а! Песеные заменимые, короче, понял? Это просто пушечное мясо. Они что там только эликсиры делают, потом выпивают, а на бутылку пустую садятся. Так. Шесть-шесть, да? Можно, короче, нанести удар Мэвой. Но пока может нам еще подождать немножко, слышь? Или не подождать? Не знаю, с таким Мэвой нанесем удар. Упреждающий. Вот так вот. А-а-а, теперь... Давай, наверное, бомбу метнем. Хотя бомбу нам надо было метнуть еще с самого начала. Давно надо было его разлить. Главное, как этого, комедианта, комедианта как-то завалить. Что комедиант это, это, это вам не это. Так, теперь, 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 давай... Выложим пока вода. Рота! Вперед! У этой появится способности. Мы, короче, за эту способность сейчас... Кого-то можно... А кого можно? Напрашивается только вот прачник. Потому что, во-первых, это повысит нам Газкон, а во-вторых, это нам позволит убрать вот эти две карты, и чтобы... Этот еще немножко ослабился. Чем прощать, хорошая, ее спрятать легко. Вот так вот просто. Легко. Нормально. Пока конец хода. Так, опасно, конечно, все. Я бы сейчас, наверное, арбалетчика вернул в колоду. И потом арбалетчиком кого-то вольнул. Снова на фронт. Опасно! Что творят? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если я убью вот этого, то умрет комедиант. Комендант. Ну, типа, он не умрет, но у него останется еще меньше здоровья, и это нам поможет хотя бы выиграть по очкам. Поэтому надо сто пудов бить вот этого чувака. И смотри. Опа! 57-103. Ты просрал, просал, короче. Понял? Хлыщ. Я пасую, все. Иди нахер отсюда, пожалуйста. Ха! И че, ха? Сражение выиграл. Ча, я тебе говорил. А, ну же, с кем мы дрались, с каким-то послом с Санным. Я замок зато захватил. Битва за Трагир закончилась победой Мэвы, что совершенно не обрадовало его жителей. Когда королева исследовала содержимое нельфгаарских складов, бургомистр, убеленный сединами мужчина с пышными усами, попросил Мэву поговорить с ним один на один. Госпожа, я старик, смерть мне уже не страшна, так что буду с вами откровенен. Отряд ваш невелик, стало быть, вы не оставите своих людей до защиты города. А это значит, что Трагир скоро снова займут черные. И как только они обнаружат, что их добро украдено, они захотят мести. Вы будете уже далеко, и они отыграются на нас. Старик опустился на колени и схватил край королевского плаща. Ваше Величество, умоляю, оставьте это золото, иначе улицы Трагира омоются кровью женщин и детей. Мэва размышляла, как быть со стариком. Похвалить его за проницательность и беспокойство о судьбе жителей, или осудить за наглость и трусость. У Черной Райлы подобных колебаний не было. Да, они предатели все до одного. Ничего странного, что город выглядит нетронутым. Должно быть, открыли перед нильфгаарцами ворота. А теперь хотят еще, чтобы мы оставили им награбленное золото. Вот это наша баба! Вот Черная Райла мне нравится. Вот Газконы и Черная Райла, это мои самые топовые советчики. Прости, Ода, ты что-то в последнее время как-то прихерел немножко. Конечно, забрать золото! Какой хер им оставить золото? Я что, долбоеб совсем, что ли? Оставлять золото крестьянам этим, которые потом опять раскроют свои ворота. И те, и другие, если вы поняли, о чем я. Перед нильфгаарцами позволят им вогнать свои войска в эти самые ворота и отдадут золото. За что за это? Да вы что? А так оно хоть будет на пользу пойдет. Я ж иду тут дальше с ними биться, чтобы они потом оттуда, откуда я сейчас иду, чтобы они не пришли и не захватили повторно ваш трагир. Так что нет, мне вот эти слезы свои фальшивые лить. Иди лучше это, вместо того коменданта, комедианта или как-то в актеры. Все, я забираю золото. После минутного колебания Мэва приказала солдатам погрузить награбленное золото на телеги. Как ты сам отметил, старец, моя армия немногочисленна. Именно поэтому я нуждаюсь в золоте, чтобы ее увеличить. Бургомистр ничего не ответил. Он поклонился королеве, после чего побрел прочь, тяжело опираясь на клюку. Будто за время этой краткой беседы он постарел на годы. Мне же, блин, как-то армию надо свою увеличивать, мне надо лагерь прокачивать. За что я буду его прокачивать? Тем более, я это заслужил, а то, блин, осаду замка выполнил. Сразился с нервгардами, чтобы мне еще за это золото не дали. Вы что, издеваетесь? Серьезно? Я что, за бесплатно работаю? Нечему тут радоваться. Кого и гляди, черные вернутся. Да позабрикадируйтесь и не вы запускайте их сюда. Блин, на куски порубят или в кандалы закуют. Ты на работе погоня. Ну, и будешь ли нормально работать, хоть чем-то займешься, не идут. Ебаль, я много щелкаешь, стоишь. Бездельник. Тунеядец. Хоть чем-то полезным будешь занят. Он на работе, говорит, погонит. Работы боятся, волк не ходи. В волк не ходить, говорю. Или как-то волка боятся в лес не ходить. Блядь, а почему я сказал это по отношению к работе? А хер его знает. Голову пришло и сказал. Смотри, там он у нас, это у нас вот Бабёга. Мотает своими тюрками двумя. Короче, давайте с ней разберемся в следующей серии. Там еще у нас сундук надо будет поцепить. И нам надо еще, смотри, боевой дух войска повысить. Это ромбик у нас. Ромбик, а надо треугольничек носиком вверх, чтобы смотрел. Поэтому все. Носим, мы как бы прощаемся. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Удачи всем, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»!